Друзья, всем ассаламу алейкум. Я хочу обратиться ко всем жителям Таджикистана, ко всем помирцам, ко всем таджикам. Я хочу сказать, что на миг оставьте вот этот момент, свой национальный момент. Только что мне звонили по поводу нашего брата с Таджикистана, где он работал, походу, дворником где-то. И во время намаза заходит его бергадир там и что-то говорит ему, типа, почему он не работает, я не знаю. И во время намаза, короче, он, походу, толкнул его, не знаю, что-то они поссорились там. И одним словом, короче, нашего брата выбросили с окна третьего этажа, походу. И сейчас третьего или второго этажа, точно не знаю, но несут. Короче, выбросили его с окна и сейчас он лежит в больнице. И я хочу обратиться ко всем, ко всем, вот кто что знает по этому поводу. Может, знакомый там есть. Огромная просьба, пишите в директ, там есть номер в шапке профиля, пишите туда, неважно. Надо разбираться с этим. Обязательно, если правосудие не будет наказывать этого человека, он заплатит по-любому здоровьем. Он заплатит здоровьем. Там еще сказано, что те, кто с ним походу работали, или знакомые, точно не знаю, они побоялись и не сказали, что там было на самом деле. Нельзя бояться, бояться надо только Всевышнего Аллаха. Вам нельзя ничего делать. Вы просто вот, что знаете, от вас только информация нужна. Просто скиньте мне информацию по поводу этого типа. Если кто что знает, или там знакомые, есть родственники, я не знаю. Одним словом, любая информация, любая полезная информация по этому поводу, пишите в директ. Жду от вас ответа. Любая информация, абсолютно любая информация. Всем асаламу алейкум. Мужик по имени Андрей скинул таджика со второго этажа головой вниз, но перед этим избил его за то, что тот таджик делал намаз. Вот что происходит в России. Уроженец Хатлонской области Акбарджон Халиков уже пять лет работает в Москве. В последнее время дворником в ГБУ Жилищник в Коптевском районе. 1 апреля 2020 года примерно после 12 часов к рабочим пришел бригадир и попросил выйти на работу. Но люди отказались, объявив, что у них перерыв с 12 до 14 часов. Тогда начальник Андрей Третьяков сам подошел к работникам, когда они читали намаз, и начал материться. Халиков попросил его не разговаривать в таком тоне и не материться. И тогда Третьяков начал его бить, а затем выбросил из окна второго этажа. Халиков получил тяжелую травму и находится в реанимации. За судьбой Акбарджона Халикова следят таджикские правозащитники. Они надеются, что уголовное дело возбудят по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека» у КРФ, если пострадавшие или родственники будут на этом настаивать. А вот на этом видео видно, как даже замначальника полиции Коптевского района умоляет дворников пойти в полицию и дать показания по этому поводу. Он обещает им, что ничего за это им никто не сможет сделать, так как у них все есть, патент, законная регистрация и так далее. Но земляки-таджики испугались и не пошли давать показания. А другой уже человек, бригадир этих дворников, сказал таджикам, не надо писать заявление против Андрея, не надо давать показания, лучше сказать, что дворник упал сам. Андрея Третьякова задержала полицию района Коптево. Акбаржон Холиков попал в реанимацию Боткинской больницы, Обед. У людей есть патенты, а не половина своей зарплаты платят в налоге Российской Федерации.